С главными новостями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Правительство России в 2016 году будет поддерживать наиболее уязвимые и перспективные секторы экономики. Внимание будет уделено таким отраслям экономики, как транспортное машиностроение, жилищное строительство, автомобильная промышленность, легкая промышленность. Реализация мер поддержки будет проходить, несмотря на то, что антикризисный план в 2015 году свою задачу исполнил, отметил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства провел совещание, на котором подвели итоги реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, а также обсудили дальнейшие шаги по развитию отдельных отраслей экономики в следующем году. «Я считаю, что антикризисный план свою задачу исполнил. Он позволил в значительной мере нейтрализовать влияние внешних воздействий на экономику», – заявил Дмитрий Медведев. С помощью плана мы добились того, что сосредоточили ресурсы на поддержке наиболее уязвимых точек как в экономике, так и в социальной сфере, поддержали настолько, насколько это было возможно. Процессы импортозамещения и присохранения экстремально низких цен на нефть и продление антироссийских санкций все-таки смогли определенных результатов добиться. В частности, востребованным оказался механизм субсидирования процентных ставок тем предприятиям, которые реализуют проекты по импортозамещению. Удалось поддержать на относительно приемлемом уровне финансирование инновационных разработок различными компаниями. Меры по докапитализации банков помогли кредитной сфере. Поддержка сельского хозяйства дала прирост в отрасли около 3%. Поддержка сельского хозяйства в 2016 году останется одним из приоритетных направлений и для Ненецкого округа. В регионе утвердили порядки предоставления субсидий из окруженного бюджета оленеводам и рыбакам. Речь идет о возмещении части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, оленеводства, а также возмещении транспортных расходов по доставке продукции, животноводства и рыбы в Наринмар. На оба этих направления в следующем году выделено более 220 миллионов рублей. Некоторые ставки субсидирования выросли по сравнению с текущим годом. Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию мяса оленины и субпродуктов в первой категории, согласно принятому порядку, как и прежде, будут выплачиваться юридическим и физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые производят и реализуют продукцию оленеводства на территории округа. Меры поддержки будут предоставляться также ежемесячно на безвозмездной и безвозвратной основе. В новом году изменятся только ставки предлагаемых субсидий. Если произведена поставка продукции на перерабатывающие предприятия, то ставка повышена, составляет 150 рублей для юридических лиц и 100 рублей для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. При реализации оленины прочим потребителям ставка составит 40 рублей за 1 килограмм мяса, но только в том случае, если цена 1 килограмма не будет превышать 270 рублей, а общий объем реализации будет не более 10 тонн. На это направление в 2016 году будет направлено более 200 миллионов рублей. Такие меры окружной поддержки направлены как на поддержку оленеводов, так и в стимулирование к сбыту продукции на предприятиях региона, а не за пределами округа. Чуть больше 25 миллионов, как и в 2014 году, направят на возмещение транспортных расходов по доставке продукции животноводства и рыбы в Найинмар. Речь идет о завозе окружными предприятиями сырья с убойных пунктов региона, а также свинины, говядины и шпика свиного из-за пределов округа, также доставки наваги, корюшки и камбалы от места былого до столицы региона. Транспортные расходы могут быть возмещены в следующем объеме. 99% по вывозке мяса, сырья для мясоперерабатывающей промышленности округа, также возмещение 80% транспортных затрат на призавозе свинины и говядины на территории Нинско-Автономного округа для последующей переработки. Также предлагается данным проектом утвердить возмещение 80% транспортных затрат по перевозке рыбы трех видов, в основном морской камбалы, корюшки и наваги на территорию города Наринмар. По информации профильного департамента, на возмещение транспортных расходов в 2016 году не подали ни одной заявки. Мини-пекарня, клининговая компания и частный детский сад в Нинецком округе утвердили три принципиально важных для региона бизнес-проекта. Их реализация станет возможной за счет привлечения как бюджетных источников финансирования, так и частных инвестиций. Первые проекты были одобрены на заседании организационного штаба по улучшению инвестиционного климата. Все проекты разработаны сотрудниками Фонда поддержки предпринимателей и предоставления гарантии НАО. Например, цель проекта «Пекарня в Тервиске» обеспечить жителей села хлебом и хлебобулочными изделиями уже в феврале 2016 года. Сегодня хлеб туда доставляют из Наринмара. Инвестиции в проект требуются на приобретение производственного оборудования и ремонт помещения. Предложенный проект уже готов, есть и предприниматель, который будет его реализовывать. С открытием пекарни появится три дополнительных рабочих места. Не менее интересный проект – клининговая компания в Наринмаре, которая будет обслуживать бюджетные и небюджетные организации. Предполагаемый срок реализации – апрель 2016 года. Проект готовы реализовать несколько предпринимателей. Главное направление – инвестиции, приобретение необходимого производственного оборудования. Эффективность проекта заключается в переводе 80% услуг уборщиков в бюджетных и небюджетных организациях на аутсорсинг и экономию бюджетных средств за счет сокращения расходов на содержание штаба уборщиков и расходов на материальное обеспечение. Все утвержденные проекты предназначены для привлечения инвестиций, возможных для тиражирования, подчеркнули в фонде. Проекты будут размещены на инвестиционном портале по адресу www.invest.adm-now.ru и доступны для потенциальных предпринимателей. 47 миллионов рублей инвестиций на модернизацию производства. Акционерное общество «Мясопродукты» завершает обновление мощностей и подводит итоги года. О результатах работы предприятия руководитель Тамара Критская рассказала депутатам окружного собрания на выездном комитете. Обновленная котельная, собственная подстанция, новая система вентиляции, современные холодильники и установки. С 2013 года «Мясокомбинат» проводит модернизацию производства. Она почти завершена и есть первые результаты. Предприятие расширило ассортимент до 164 наименований. На прилавках магазинов появились консервы, шпажки «Прима», сосиски «Экстра», всеми любимый холодец. Новая фасовочная линия позволяет упаковывать продукцию по современным стандартам. За три года на модернизацию потрачено 40 миллионов собственных средств. Окружных только в 2015 году порядка 47 миллионов. «Поэтому, я полагаю, вот эта вся комплексная работа как раз и заключается в том, и мы должны, наверное, в праве говорить о том, чтобы продукция «Мясокомбината» была прежде всего качественной. Ну и поговорим о, в том числе, о ценообразовании». Финансовую поддержку округ продолжит и в 2016 году. На эти цели заложено 650 миллионов рублей. Они пойдут в том числе на дотации производителям «Оленины». За каждый килограмм мяса оленеводческие хозяйства получат 150 рублей. Эта мера позволит «Мясокомбинату» закупать сырье в полном объеме и избежать дефицита сырья, как это случилось в прошлом году. «Мы запланировали, подписали договора с СПК, с частниками на 960 тонн. 82% мы уже имеем заготовленные, 16% из всего этого мы уже вывезли, они находятся на нашем складе. С 3 января мы будем вывозить по зимнику с Харьяги, с той стороны Востока, с Красной Октябрь, это у нас в Оркута пойдут мясо, поступление мяса. И 8 бортов после 10 января предусмотрено с Запада». По словам руководителя, закупленного сырья должно хватить на обеспечение продукции всех учреждений и населения. Также в новом году предприятие обновляет технические регламенты. В продукцию больше не будут добавлять сою, ее заменят молочным белком. Это позволит повысить качество продукции. К слову, в декабре мясокомбинат получил высшую награду на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации «Вкус качества». На предсессионной комиссии городского совета, где рассматривались поправки в бюджет следующего года, часть депутатов покинула заседание. Это произошло после того, как контрольно-счетная палата Наринмара не предоставила расчеты по предложению Сергея Свиридова. При нынешнем варианте бюджета на 2016 год размером 775 миллионов рублей, порядка 250 планируется потратить на оплату органов власти. Депутат предложил сократить затраты на содержание муниципальных служащих на 30% или на 68 миллионов рублей. С другим предложением по сокращению расходов на эти цели выступила председатель совета Ольга Старостина. В ее варианте предлагалось сокращение этой строки расходов на 7% или на 16 миллионов рублей. Решено было произвести расчеты в двух вариантах, однако на предсессионном заседании представили только один. В 2016 году бюджет города будет почти в три с половиной раза меньше, чем в текущем. Снизятся и расходы на 3,7 раза. Большое сокращение произойдет из-за передачи полномочий в сфере образования на уровень региона. Но несмотря на отсутствие расходов по образованию, дефицит казны города составит порядка 4 миллионов рублей. Закрыть дыру в бюджете депутаты предлагают за счет сокращения средств на содержание муниципальных служащих. Вариантов по сокращению этой строки расходов поступило два. Председатель совета озвучила предложение по сокращению на 7%. Сокращение по муниципальной программе местное самоуправление на обеспечение функций администрации городского округа Городный Янмар на 8 миллионов 221 тысячи 100 рублей. Это вот как раз 7% сокращение затрат по администрации. Далее сокращение по управлению строительства ЖКХ и строительной деятельности на 2 миллиона 351 тысячи рублей. Также 70% сокращение. Далее по управлению финансов 1 миллион 683 тысячи 200 рублей. Далее расходы по совету городского округа 1 миллион 906 тысяч 100 рублей. По последнему пункту расчет произведен с учетом сокращения командировок, проживания и стоимости проезда. Сократили и затраты на контрольно-счетную палату порядка 600 тысяч рублей. Подробный расчет сокращения по сценарию, предложенным председателем совета, представлен. А вот второе предложение депутата Горсовета Сергея Свиридова осталось без внимания. Хотя на комиссии в пятницу депутаты решили произвести расчеты по сокращению этой статьи расходов в двух вариантах. 7% оно вообще без каких-то расчетов было сделано. Просто вот так вот. А если были расчеты представлены? Студили, чтобы каждый орган местного самоуправления определился. Кто-то, возможно, сократит там человека. Подождите, ну вы на 7 предлагаете без каких-то оснований расчетов, а здесь то, что было решение комиссии, вы ничего не сделали. Оба предложения рассмотрели. С участием всех работников администрации, начальников управления было сказано, есть ли возможность выполнить поручение, которое было депутатом озвучено Скридовым. Когда посчитали 42 человека, вопрос стали, кто будет выполнять другие поручения и кем они будут выполняться. Отклонили сразу же. Хотя полномочия города, согласно 95 окружному закону, сокращены и переданы на исполнение в субъект. Сегодня нам говорят о сокращении полномочий, почему только по образованию, но мы забываем, что 95 закон больше половины полномочий пересли вовсе. И учитывая то сокращение, которое нам пытаются сказать в течение вот этих нескольких дней на комиссиях, где сократили на 4 человека, там или на 3, я так не понял, то я так понимаю, что при большом сокращении полномочий сокращения в органах власти и местного самостояния в городском языке практически не произошло. Но на голосование вынесен только один вопрос по сокращению расходов на 7%. Второй вариант на голосование не выставлен. Несогласные депутаты в знак протеста покинули заседание. В итоге за столом осталось 8 из 15 народных избранников. Алена Валей, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Новый Ан-2. Парк воздушных судов Наринмарского авиаотряда ждет пополнения. Новый Ан-2. Парк воздушных судов Наринмарского авиаотряда ждет пополнения. Жилищное аккредитование в действии. В Ненецком округе заключен первый 5-процентный ипотечный договор. Наринмарский авиаотряд пополнится двумя новыми самолетами Ан-2. Обновленную модель окружное предприятие приобретает в лизингу РУСАвиапрома. Генеральный директор Новосибирской компании прибыл в Ненецкий округ для подписания соответствующего трехстороннего договора. Общая стоимость самолетов составила 162 миллиона рублей. Из них 75 миллионов выделены из окружного бюджета. Остальные средства Наринмарский авиаотряд берет в лизинг сроком на три года у Ненецкой лизинговой компании. Самолеты ТВС-2МС – это модернизированная версия самолетов Ан-2. Они имеют надежный двигатель и больший комфорт. В отличие от традиционных аннушек, в новой модели используется не иностранный дорогой бензин, а отечественный керосин. Эти самолеты будут экономичнее самолета Ан-2 как минимум на 30%. Это первое. Второе. Естественно, у этого самолета вырастает скорость. Пассажировместимость остается та же, но предельная коммерческая загрузка за счет того, что двигатель легче в два раза увеличивается. То есть, для того, чтобы было понятно нашим жителям, на Усть-Кару повезем не 7 пассажиров, а 12. Предприятие уже формирует летние расписания с учетом новых авиамашин, которые позволят увеличить дальность полетов. Так планируются новые маршруты на Ринмар-Харута-Интах, Риверу-Синск и западных поселений Пешского куста до Архангельска. Подсчет у тех компаний, которые сегодня эксплуатируют это Амурское веление. У нас два самолета приобрели свои, они сделали еще два года назад. Значит, вот они подсчитали. Два самолета заменяют шесть антарых. Это их доводы. И, в общем-то, себестоимость летного часа, они докладывают, что при эксплуатации у них снизилось до 2,7 раза. Новые самолеты будут доставлены в Наринмар из Новосибирска после оформления соответствующих документов, ориентировочно в начале следующего года. Два международных проекта, реализуемых на территории Ненецкого округа «Полярный ветер» и «Оленью шкуры высокое качество» получили высокую оценку Минэкономразвития России. Они стали лучшими проектами переграничного сотрудничества Россия-ЕС, получив дипломы Министерства экономического развития и Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Оба проекта реализованы за счет средств программы приграничного сотрудничества ЕС «Каларктик». В ходе реализации крупномасштабного инфраструктурного проекта «Полярный ветер» проводился комплекс инженерных работ и исследований, необходимых для модернизации муниципальной системы энергосбережения и создания экологически чистых дизельных электростанций в Ненецком округе. В результате проекта регион получил комплексный анализ данных ветромониторинга на территории пилотных населенных пунктов. Эти данные применены при проектировании ветропарка в Амдерме. Регулярный проект оленей шкуры «Высокое качество» помимо передачи европейского опыта эффективной обработки оленей шкур, включал строительство специальных барабанов с оленя, шкур оленя и отработку логистики экспорта получаемого сырья в Финляндию. В 2014 году СПК «Харп» экспортировал в Финляндию около трех тысяч шкур. В этом году объем увеличится более чем на одну тысячу. В уходящем году проблема ЖКХ не попала в первую тройку проблем, которые беспокоят россиян. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Опрос респондентов показал, что 72% россиян в целом удовлетворены качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. «Число тех, кто ставит коммунальщикам оценки хорошо и отлично, растет в целом по году», – подчеркнул руководитель в ЦИОМа. По словам Валерия Федорова, россияне чаще всего жалуются на высокий тариф из-за коммунальной услуги – 71%. Низким качеством услуг недовольны 37%. Столько же человек обеспокоены обветшанием жилого фонда из-за плохого обслуживания. На несоответствие уровня топления в квартире реальной погоде за окном указали 26% респондентов. При этом 63% россиян полагают, что контролировать качество устранения текущих проблем должны сами управляющие компании. Контроль качества проведения капитального ремонта – 28% россиян готовы доверить жилищной инспекции. Однако о существовании жилищных инспекторов даже не знает 68% опрошенных. Поэтому в 2016 году по распоряжению Минстроя они будут регулярно встречаться с жителями и брать на карандаш высказанные ими жалобы, в том числе и на качество проведенного капремонта. В Нинницком округе заключен первый 5% ипотечный договор. Подписание состоялось в рамках соглашения между администрацией региона и Московским индустриальным банком. Пока это единственная кредитная организация, которая участвует в программе. Сейчас идет работа по привлечению и других банков. Напомню, механизм кредитования достаточно прост. Кредитный договор предусматривает ставку не выше 5% годовых в течение 10 лет. Разницу с ключевой ставкой Центробанка компенсирует бюджет округа. Финансирование предусмотрено за счет средств госпрограммы НАО. Как пояснили в Департаменте финансов и экономики, преимущества данного механизма в том, что гражданин сразу оформляет кредит под минимальную ставку, а перечисление субсидий банку осуществляется без участия заемщика путем подачи кредитной организации документов, подтверждающих права на получение субсидий. Другим достоинством закона является установление минимальных требований к заемщикам, а именно проживание в округе, строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территорию округа, включая индивидуальное жилищное строительство, участие в долевом строительстве многоквартирного дома, приобретение нового готового жилья от застройщика, участие в жилищно-строительном кооперативе. Разработчики считают, что реализуемый проект доступного аккредитования станет действенным инструментом для привлечения дополнительных средств в строительную отрасль в целях улучшения жилищных условий жителей округа. В регионе подвели итоги сдачи сочинений как допуска к единому госэкзамену. На первом месте «Любовь». 56% выпускников выбрали эту тему при написании итогового сочинения. Тема любви близка школьникам Ненецкого округа больше других. 56% выпускников выбрали эту тему при написании итогового сочинения. В середине декабря его написали 216 выпускников Ненецкого округа как допуск к единому госэкзамену. На втором месте у школьников стоит тема «Выбора жизненного пути». Больше 12% экзаменуемых рассуждали о труде и отдыхе. 2% отдали предпочтение теме «Остановить мгновение». Сочинение оценивается главным образом на раскрытие темы и грамотности. Результатом может быть зачет или незачет. Лица, получившие за итоговое сочинение незачет, имеют возможность написать его повторно 3 февраля и 4 мая 2016 года. Все нормативные документы, методические материалы и ответы на часто задаваемые вопросы по итоговому сочинению можно найти на официальном сайте ЕГЭ. В комплексном центре социального обслуживания началась выдача новогодних подарков для малышей, не посещающих детские сады. В этом году окружной Дед Мороз для детей от рождения и до 14 лет приготовил килограмм различных сладостей, упакованных в музыкальную шкатулку. Также в набор входит фетровая игрушка, символ наступающего года и книжка-раскраска. Также в центре идет выдача новогодних сюрпризов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них закоплены наборы, в которые входит подушка с символом 2016 года, развивающий конструктор, пенал, еженедельник с играми, кроссвордами и загадками. Также родители таких детей могут получить билет на театрализованное представление «Новогоднее приключение Алисы», которое состоится 28 декабря во Дворце культуры Арктика. Для получения подарков родителям необходимо предоставить КЦСО, копию паспорта, главной страницы и отметка о прописке и копию свидетельства о рождении ребенка. Получить новогодние подарки можно по адресу улица Рабочая, дом 18, центральный вход с 9 утра и до 16.30, телефон для справок 40271. Такова была информационная картина дня. Посмотреть новости вы также можете на нашем сайте по адресу www.trksever.ru. До встречи в эфире.